В Америке 7 лет, да, по-моему, вы проработали? 8 лет. Вы знаете, все спортсмены, которые работали в Америке, ну, начиная от фетисовой, там, заканчивая, естественно, теннисистками, с ностальгией вспоминают организацию быта, что все-таки там вот очень все организовано, все во благо человека. Есть такой момент у вас? Ностальгируете по Америке именно вот в бытовом плане? Ну, я по Америке вообще не ностальгирую, меняю с ней свои отношения. И не связано ни с тем, что сейчас у всех свои отношения с Америкой. Лично моя история, бесконечно, конечно, уважаю мощь этой страны. Это не моя страна, я в ней себя не чувствовал органично. Другое дело, что ребята, вот тоже тех, как это Слава, в частности, я думаю, что у них в основном воспоминания связаны с тем, что как было в советское время, в советской эпохе и там. Я тоже застал советскую эпоху, в общем-то. И вообще такой мы с Ириной на рубеже такая пара, потому что даже сначала, получается, так, с Мариной Анисиной, юниорский чемпионат, я выиграл последний чемпионат СССР. Да, советский чемпионат. И среди юниоров, да. Потом был один год такой между, тоже с Мариной, мы были чемпионами первыми и последними СНГ, а потом уже третий год мы опять выиграли первыми чемпионами России. Правда, это все юниорская история, но вот это 90-е как раз года. Но, конечно, когда-то мы выезжали все, и в том числе и мы, по-моему, в 95-м или 95-м году мы уехали с Ириной Лобачевой к Леничук тренироваться в Америку. Ничего здесь не было, на этом фоне все смотрелось там прекрасно. Ну, действительно, нам выделили студенческое общежитие, был близко каток, ничего не отвлекало, мы жили в маленькой деревушке, ездили на велосипедах на тренировку, погода всегда хорошая. В общем, все действительно так, ну, так по быту очень неплохо. А в каком штате? Штат Делавер. Ну, это такой небольшой городок, Нью-Арк, между Филадельфией и Балтимором, а чуть дальше можно доехать до Нью-Йорка и Вашингтона. Вот они в разные стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова